Всем привет! Меня зовут Саша и рада приветствовать вас на моем канале. Пишите в комментариях, у кого за окном уже наступила настоящая весна, уже тепло и это хоть немного вас вдохновляет. У меня за окном идет дождь и снег, что не очень радует, потому что всем уже хочется тепла. Но чтобы весна пришла быстрее, мне кажется, нужно сделать к ней декор, так как ей будет скучно приходить в унылые комнаты. Сейчас вы можете видеть уже пару DIY, которые будут присутствовать в моем видео, но остальное вы увидите позже. Итак, поехали! Для начала давайте делаем вот такой вот красивый горшочек с цветами. Тут собраны все самые красивые цвета, мятный, розовый. И этот горшочек будет стоять у вас на полочке, либо на подоконнике, и это все будет очень красиво. Так как на дворе сейчас, ну, не распустились еще красивые цветы, деревни не распустились, то давайте же сделаем мини-огород у нас в комнате. Итак, давайте же сделаем вот такой вот красивый букетик в горшочке. Для одного цветка нам понадобится гофрированная бумага размером 16,5 на 16,5 сантиметров. Для начала мы берем и складываем их вместе, после этого складываем гармошкой, так как показано на видео. Готовую гармошку сгибаем пополам для того, чтобы найти середину. После этого в том месте аккуратно перевязываем все проволокой. Перевязывайте так, как показано на видео, потому что надо, чтобы бумага не порвалась. Теперь я обрезаю края, чтобы они были полукруглые. Теперь в каждом цветке нам нужно разделить все слоя, как показано на видео. Как вы заметили, цветок имеет довольно видную середину, и там у нас проволока видна, поэтому я перевернула его и закрепляю. Снизу я делаю вот такую вот штучку, как бы сжимаю его, и потом перевязываю это все скотчем, для того, чтобы у нас цветок был пышненьким, красивым, но еще раз повторюсь, не имел середину некрасивую. Собственно, после всех этих действий нам остается только распушить наш цветок, и он получается очень красивым. Таких цветков я сделала пять и вставила в их красивый горшок, который вы уже, наверное, несколько раз видели в течение этого видео. Ну и вот такая вот нежная весенняя идея у нас получилась. Теперь давайте сделаем вот такую вот красивую гирлянду из флажков с надписью «Spring весна». Берем саму бумагу разных цветов и вырезаем из нее флажки, такие как на видео. Сверху я делаю дырочки дыроколом, и у меня получились дырочки еще и посередине, потому что я забыла, что дырокол делает сразу две дырки. В общем-то, это нам не играет никакую роль. Теперь мы берем декоративную бумагу и из нее вырезаем буквы, которые с помощью двухстороннего скотча либо клея-карандаша приклеиваем на наши флажки. Дальше нам всего лишь остается продеть нитку сквозь все дырки и повесить на стену. Собственно говоря, это все. Очень простая и быстрая идея. Теперь предлагаю вам задекорировать ваш мутборд, пробковую доску, либо просто скучную стену. Я расскажу, чем можно ее задекорировать, но эта идея заключается в том, что я нарисовала самые обычные рисунки акварелью. Больше всего мне нравится этот велосипед. Вдохновляющие, яркие, красивые. И прицепила их на пробковую доску. Расскажу коротко о том, чем можно кроме всяких рисунков задекорировать доску. У меня это вот такая вот мотивирующая цитата, шляпки, штучки из фоэмирана, фетровые детальки, картинки, бирки от одежды. Вот эти чудовища, которые были. Это бирка от одежды, просто она очень прикольная. Ну и прочие фотографии. Моя идея заключается в том, что мы будем использовать гирлянду не только зимой на Новый год, но и весной, просто сделав из нее цветочную гирлянду с помощью салфеток. Так как вы заметили, что у меня гирлянда цветная, то я использую белые салфетки. Но если у вас гирлянда обычная, белая, либо одного цвета, то вы можете использовать цветные салфетки. И в общем мы берем стопку салфеток и разрезаем ее на 4 части. То есть пополам и еще раз пополам. Дальше мы берем наши разрезанные части, так как они разрезаются не сразу на 4 части, потому что у нас салфетка как бы тоже скрепленная, то мы берем кусочки, которые получились, и делаем так, чтобы один квадратик это был один слой салфетки. Складываем теперь кучки по 4 штучки. Прям рифма. И это у нас будет на одну лампочку. То есть сколько у вас лампочек в гирлянде, столько вы должны сделать кучек. Я их сделала много, у меня 38 лампочек. Чтобы магическим образом превратить наши салфетки в цветок, нам нужно взять нашу кучку, штучку, стопочку из 4 кусочков салфеток и продеть ее на лампочку. Дальше перевязать нитками. После того, как я перевязала нитками, это было очень неудобно, я поняла, что лучше использовать скотч для того, чтобы это сделать. После этого мы должны распушить наш цветок, чтобы он был не такой скомканный. И, собственно, идея готова. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а если вам понравились мои идеи, то обязательно делайте их себе в комнату, украшайте свою комнату. И будем надеяться, что весна придет быстрее, ведь нам не хочется сидеть на весенних каникулах со снегом на дворе. На этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok